итак всем приветики мои хорошие я сегодня вот такая да да девочка да вот такая мадемуазель и так как обещала сегодня мы с вами говорим о типах мальчиков и мужчин и что из них потом вырастает какой тип вашего мужика напишите в комментариях вы найдете в этом видео я не знала куда мне закрепить микрофон просто его держать вот так вот уводить ну что в пару короче сюда повесила получается так очень красивая посмотрите вот рубашечка мне так понравилось прям сука короче мы начинаем это видео и о я взяла с собой лоджик если вдруг мне захочется перекурить так сказать так наш видос еще раз посвящен типам мальчиков и мужчин правильно правильно ну давайте начнем приписывать знаки зодиака я сюда вообще не собираюсь ни в коем случае если получится то не буду короче мы начинаем значит первый тип но распространенный у нас вообще в россии сейчас по крайней мере на данный момент насколько мне известно очень часто встречается матриархат вот феминистки все дела типа баба главная женщина вообще лучше чем мужчины и женщина там я не буду про феминизм говорить да что женщина все может тоже что и мужчиной даже больше я говорю сейчас просто о том что но женщины как бы рулят сейчас чаще всего в семьях и образуется вот этот самый матриархат собственно собственно из этого вытекает что женщине не нужен вот этот вот мужик тиран мужик который рулит мужчины вообще в принципе особо-то и не нужны я как бы сумасом достаточно и хуя могу и дело до себе купить и отсюда что получается получается что нужен просто мужчина либо для продолжения рода либо просто добрячок который слова поперек не скажет ну смотря что нужно девушки или женщине да ну вот женщины мужчины и блять мужчины и мальчики одно и то же поэтому вот я не буду там это как-то единственное их отличие это возраст и того что они добились за это время но можно же и блять 16 лет уже и бизнес иметь при большом желании финансовых при финансовых возможностях и так далее и тому подобное я заебалась с этим светом если честно ладно сейчас упадет вниз ладно 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 короче возвращаемся на похуй к теме да нет не похуй так вот так так мне уж больше нравится сейчас под жопу положу ножки так сказать сяду поудобней неудобно так оп 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 все вот теперь мне охуенно прям так пиздим за мужику ну вот вот эти значит начинаются мужики какие нам все братья мыслях путаюсь вот этот мужчинка значит первый тип и как он появляется вот этот вот слабый мужичок которые нихуя в принципе ничего сам не может сделать ему нужно на путь ты его нужно направлять и вообще он как-то будет больше отсылки делать к вам что помоги объясни как делать очень многие женщины делать реально большие такие вот ошибки что потом получаются такие вот мужчины и все и хули с ними делать непонятно значит это вот такой тип мужика который я уже сказала его направлять нужно постоянно говорить что куда идти делать помимо этого это мужчина который ну очень добрый потому что ну ему просто не с чего злиться у него обыкновенная такая простая жизнь у него замечательная жена дети которых он любит жена рулит ему принципе только наслаждаться жизнью это аля ситуация когда ну вот женщина допустим бы сильный мужчина короче замена ролей на баба и музык и да галич говорит что ей так удобно и и типа она сама блять так решила чтобы мужик как бы она рулит а он там это меньше зарабатывает эпоху и с дочкой тогда с их сидит или сын кто у них там сын да вот окей вот примеры да галич так в общем минусы плюсы союза ну какие плюсы плюсы то что просто понимаете здесь главное очень важная грань не развратить мужчину чтобы он не думал что если вы главное то он может они же блять очень много последствий вот такого вот союза что мужики становятся капризными что начинается ключевое здесь замена ролей то что мужик превращается в тёлку тёлку мужика потому что баба хуярит пиздец как папа карло на работах там на 3 4 и вообще очень образ занята что же мужчина мужчину просто жалуются ну ты где когда придешь с работы почему ты не хочешь заниматься почему там ты такая вот сегодня грустно а расскажи что был на работе это но я считаю что это не очень хорошо когда происходит такая замена ролей если конечно вы не там лесбиянки гей да если вы гетеросексуальная пара то это очень хуёво когда баба превращается мужика мужик бабу ну вообще просто не знаю я сюда не осуждать конечно пришла но своем я не хочу высказать на этот счет но мне не нравится если честно такие вот союза вот просто потом женщина себя теряет и в итоге она придет вот еще до минус в итоге женщина придет пониманию того что блин я перестала носить платье юбки туфли да я перестала ухаживать за собой потому что я все время отдаю работе я начала там материться как сапожник бухать очень много у меня был такой период даже у моей мамы вот когда была замена ролей в семье поэтому ну просто если вы такая девочка девочка изначально то у вас очень сильно сломает такой союз если у вас в голове принц приедет а на белом коне там на белом пушкой не вам подарит там и не на букет за 20000 этих метровых роз штук 100 где-то найдет по всей москве соберет ну понимаете да это очень сильно ломает еще какой минус союза то что он так есть некоторые мужики которые наглеют то есть начинается что так мало приносишь денег чё ты работаешь чё ты делаешь ну вот приказы какие-то блять ужасно когда мужчина мало того что нихуя не делает вот такой еще и токсиком становится типа ты вот вся запустила очень часто кстати мужики вот когда такое положение начинают изменять в особенности если например он зарабатывал был каким-то бизнесменом а потом резко все обламывается там он теряет крупные суммы денег да есть примеры у меня и ну все и бизнес падает там на кого на маму на бабушку на кого-то и вот он никчемный и он не хочет из этого говна вылазить потому что он привык к тому как было и менять он ничего не хочет и вроде все решали за него и как-то ну вот все жизнь идет под откос и он начинает хуйней страдать женщина берет на себя ответственность если она умная грамотная до понимать что надо тянуть семью растить детей и так далее и такой мужчина начинает гулять типа ну эта женщина уже поняла что я долбоеб конченное чмо пойду новой бабе буду рассказывать сказки она меня не знает перед ней я предстану другим вот еще это кстати еще отсылка к изменам почему изменяют прекрасно ну вот эти мужики и начинают изменять кстати тоже ну вот я и говорю об этом все жвачка застану нахуй заебал вот измен бесконечное такое количество вот так это у нас вот этот вот тип да из плюсов что но вот тут из плюсов единственное знаете как я вам скажу может быть супер положительный такой брак опять же ну как показывать нам и да галич то что у нее там все заебись вот но опять же как вот кораблик моя любимая фраза назовешь так он и поплывет как вы вот этот союз будете строить да еще любой союз как будет строить так все и будет но в данном случае когда мужчина не рулит хотя это заложено природой ну блядь ну это факт девочки мальчики мужик всегда роли даже геи типа ну хоть они не очень женственно все равно каждый там стремится и к заработку и там что это вот возвращает общество атаку мужиков то всех заложено семью тащить там бухать по выходным в церковь ходи да как это крестьянская крепостные всякие были крепостное право дать сидела короче мои хорошие я общие фразочки закидываю если что так дальше у нас этот тип 2 значит это вот эти вот ёбнутые дикари в основном это горячий какие-то кавказские мужчины могут быть армянские там всякие ну короче кто на свадьбе из ружья стрелять нас чудо просто типа есть мужики которые эгрессив это вот этим псевдо собственники псевдо моралисты псевдо но типа я принципиально это хуя вот такие блять мужики которые ты не пей не кури гулять с подружками не ходи ревности к подружкам и к друзьям то есть мужчины нету доверия к женщине к своей и вот они собственно начинают вот эти вот твои боны свои блять они отрываются от их есть два типа есть ёбаные тираны которые пиздят женщину который вот прям хуярит ее как можно швыряют разные стороны женщина ничего не что их любят вот девушки not дуры которые вот эти вот почему я влюбляюсь первого встречного не бывает девочки такого чтобы вот он был там это я в другом ладно видео расскажу нормальным а потом такой резко ебанутый стал не бывает такого просто значит не замечали были звоночки а вы их не замечали малыш так не тут может все писать сейчас это я себе тему написала видоса вот короче мои хорошие здесь очень важно вот понять то что вот такие вот такой тиран они тиран не меняются но вообще не меняются будет дальше хуже это я в другом видео расскажу про тиранов как понять кто такой тиран вот как на них не наткнуться прикол в том девочки что вот вот этот тип мужчин именно ебанутые тираны до которые вот это приказном порядке если не будешь выполнять то он пиздить начинает то есть человек разговаривать не умеет очень часто кстати обращайте внимание если мужик пиздится с кем-то может и вас когда-нибудь ебанут но тут очень тоже тонкая грань тут надо понимать вот я понимаю что у каждого человека есть терпение но руки поднимать ну блять ну это ебать ну вообще нельзя сделать но об этом тоже другом видео короче по поводу вот второго типа этих тиранов есть просто вот эти запрещалкины я их называю они могут угрожать пиздануть не пизданут но если вы будете их всячески поощрять это вот как первый тип знаете вот эти когда ты работаешь ты больше зарабатываешь и вот эти по их можно задабривать подарочками мини тиками прикольными вот это второй вот этот вот тип типа мужика нихуя нет и он хоть за что-то цепляется типа вот будешь себя плохо вести тебя по попке отшлёпы вот там блять будешь пить я там на тебя обижусь не буду с тобой общаться ну вот такие вот короче у меня был такой чудик вот как раз таки кристиан грей блять нихуя нету но я буду выебываться типа это дело это блять не делай вот ну хотите забирайте долбоебик редкостный ну хороший мальчик но ключевое здесь только то что он мальчик так которые обидки кидает и вот собственно у нас что было я еду значит отдыхать друзьями я такой человек что ну хочешь приезжай потусим а он типа у него есть дела хотя знаю что у него нет дел что он там на работе на своей одно и то же дело это налить сок отдать стакан налить сок отдать стакан и все больше собственно ничего не делает вот это вот кристиан у меня такой был ключевой здесь был там очень много у нас проблем почему расстались не буду пока что их освещать может освещу попозже ну там у него и проблемы очень женским полом что и пизду мы лизать не можем и не любим пизду лизать и мы это я тебя люблю тебе буду лизать но в итоге не будет вот это тоже понимаете это вот тоже вот эти вот мужчинам моралисты очень важный момент вот этот вот второй тип который не пизданут но я пизду не лежу потому что это неприятно потому что это вот это вот это и вот этот этой а если я блять лежу то вот она какая-то вот она пизда некрасивая меня не возбуждает и так далее ну короче заебывают такие мужики ну все и секс тоже был хуёво и все очень было хуёво только за счет того что мой первый парень типа я подождала думал что поменяется ничего не поменяется девочки они не меняются долбоеба не меняются тоже вот понимаете помните я снимала видео в тик ток с добрым добрый мальчик типа друг вот он друг я предлагала свободное отношение раз в неделю потрахаться ну когда хотела типа просто научиться этим делом заниматься там очень такое а хуй на нем учиться если блять я больше его знаю что я там сосу как последний раз блять что я там скачу есть такое этого тоже кстати они вот эти вот тип чаще всего вот бревна такие в постельке они вот это целовашкин я очень долго ждала с ним разговаривала давай меняться давай чаще будем видеться то раз в неделю как будто у нас реально свободное отношение поставим статус свободных отношений нет нет вот они такие вот понимаете ёбнутый но просто когда вы баба как я умная вы съебнете нахуй такого долго его ибо если вы не получаете удовольствие то нахуй тогда эти отношения я перестала получать удовольствие очень много ревности кстати вот у этого типа мужиков очень много ревновал прям вот менять его человека нету ничего за спиной за плечами да нету ни опыта он блять не отучился нигде не учится даже он там блять живет с мамой все моменты вскрывались там постепенно и просто когда ты направляешь человека типа давай стремится давай зарабатывать давай что-то делать давай же там планировать может быть и вместе почему я отказывалась и говорила в видосы что я не хочу жить вместе тоже человек к этому не стремится мы когда-нибудь мы будем я люблю четко ясные по факту понимаете не нужно вот это может быть где-нибудь да иди ты нахуй мне блять миллион 100 в этом мужчин пишет блять он я уже все у меня новые то я открыла диалог сразу все мужики пошли не стоило только я себя сама держала и но это уже про мой тип женщин что вот таких как я нельзя ли не оставлять одну ни в коем случае иначе я пойду гулять а чё потому что если нет внимания нет любви а я хочу мне нужно я же не какая-то раз пиздяйка я работаю я хочу хороший секс я хочу любили чтобы меня дарили мне цветы которые я хочу видеть подарки я заслуживаю я вкусно просто потрясающе готовлю охуенно сосу помимо этого я хорошо зарабатываю я целеустремленная я очень красивая я тюнингованная продолжаю тюнинговаться умная учусь у меня вот ну все плюс вот все что нужно одеваюсь красиво пахнет всегда идеально вкусно очень грамотно подхожу к общению с мужчиной то есть ну идеальная вот мой тип идеальная такие очень редкие сейчас экземпляры единичные и просто понимаете когда тебя не слышит человек я устала вот за три месяца два месяца с ним общения постоянного обсуждения проблем я устала вот он мне сейчас не пишет до четыре дня вы все пошел понимаете я не могу все я устала реально я не хочу мне такой не нужен и я ему даже понимаете все настолько было плохо что я напрямую говорил что я с тобой так потому что ему от то что мне нравится мулаты и что у тебя хуй 18 сантиметров глядь и все это которым ты пользоваться не умеешь и проблемки у тебя это так просто я идеализировала человек идеализировала вообще во всем и поняла что он этого не заслуживает потому что где блять цветы внимание твое где то есть человек он даже на диалог не шел он мне не слышал я ему что-то объяснялась погоняющий не слышал для него нормально переписываться там с какой-то шлюхой блять ну типа понимаете девочка который он не разглашал что он отношениях ну то есть понимаете шлюшка получается я мутила с шлюшкой как хорошо благо что я не не восприимчивая и я очень легко отпускаю людей и просто у нас был разговор с ним когда я сказала что но я не смогу с этим смириться с тем что ты общался с какой-то пидовкой а до меня доебывался это вот тоже их такое качество то есть меня человек реально докапывался с кем я блять общаюсь это куда-то с этим пошла что за мужик попу не выкладывай сиси не выкладывай это вот прям мужики которые неуверенные блять в себе на потому что какая разница что я это выкладываю какая разница я блять хожу с вырезами я всегда попу тоже видно я хожу в этих штанах типа убегающих ну и что да блять это же охуенно когда на твою телку смотрят и думают ебать она охуенно тем более что когда я не даю поводов для ревности вообще абсолютно я не даю ему поводов что я ему изменялись понимаете одно дело когда девушка или мужчина выкладывать свои фоточки интимные и потом типа в истории заливают с кем-то они там гуляют обнимаются целуются с кем-то там они я имею ввиду жесткое что-то там кто-то за попку возьмется и так далее если не для хайпа ну посерьезки то это жестко или там допустим не не трогай мой телефон тут блять не смотри тут блять не сиди короче пиздец ну вообще вот просто такое знаете когда я объясняю все человеку и вплоть до того что я даже была ну я ему давала свой телефон на проверку один раз мне и мне нечего скрывать абсолютно а вот когда я взяла телефон человека он так его дал типа знаете что кажется что и не хочет типа брать в раз он так дает значит там очень нет интересного еще как есть девочки заходите все смотрите блять от таких пидорасов вообще бежать надо он хороший это вот тип который я же хорошим я же добрый я же тебя не пиздил я же тебя не оскорблял да конечно девочки вам звоночки когда вы разливаете вино на кровать и она говорит ну ты и свинья токсик нельзя вообще позволять чтобы у вас как-либо оскорбили унизили что-то грубое сказали это плохо это отдаляет вообще людей друг от друга и после вот этой ситуации когда видел что общаюсь с пидоркой я смотрю я им говорю я такая охуенная а ты блять общаешься с какой-то пидовкой тебе блять я говорю фортуна улыбнулась ты встречался с ее банками бомжихами какими-то блять бычками которые курят в подворотне и бухают вино на лавочке на детской площадке а я тебе выпала тетя с квартиркой до тетя обеспеченная красивая встроенная тенингована и так далее все что я уже говорила и ты так это и он он плакал реально плакал но ничего не понимаете мало похуй что ты плачешь и ничего не менялось с человеком вот вот так я не говорил ничего не менялась куни он делать не научился подарки дарить не научился все блять в семью которая на которой ему на него похуй потому что мальчик заебаный у него там еще и болезни блять и вообще его не жалеют не ужаль вот реально я его больше жалела не расставалась с ним ну и плюс я думаю что надеялась что человек поменяется реально я разговаривал с мамой с друзьями типа ну блин у меня все останавливали я постоянно от него хотела уйти постоянно но я просто верила что человек поменяется он этому научиться этому научиться я просто поняла что этот человек который вот если мы расстанемся это не тот который придет ко мне под дверь будет стоять ждать долбиться и говорит жене я тебя люблю уже не я поменяю жене я все понял и даже не надо долбиться человек который ну не доведет до такого состояния что я захочу ну типа расстаться я человек добрый я реально я ждала я хотела изменений я разговаривала реально с мамой со всеми советовалась как ему помочь что сделать может быть вам не какие-то проблемы нет мне вообще нет проблем проверено ну потому что мной восхищаются меня любят и блять мне и пизду лизали замечательно мужчина но блять вот тут вообще учет нахуй проек во всем и в деньгах мы не знаем где деньги взять хотя зарабатываем все блять маме отдаем ужасный короче он вообще ну меня заебало такое отношение типа я таких мужчин вообще не люблю он для меня как опыт все был до спорю в пизду его реально пошел нахуй я прям не могу все мне нас чертела это все дело я не хочу с ним это общаться блять меня прям реально тошнит от него ху блять чему ну очень много вот у человека типа ты ему объясняешь что что ну вот так вот так нет человек тебя вообще не слышат ему похуй я просто ноль сколько у меня до слез так жестко доводил что пиздец мне такие истерики были что ему похуй что типа я ему объясняю говорю что давай вот это изменим давай вот это изменим он даже а им как похуй его знаете типа человеку на меня похуй было видимо не знаю наверное вот это такие тоже похуисты понимаете и у них тоже от настроения потом он приезжать я тебя так люблю уже не так скучал вообще пиздос просто блять цирк блять уехала клоуна остались вот нахуй таких надо сразу девочки писать не очень обидно я не буду вам прям ну все полностью углубляться я еще раз говорю я похуй есть я вам объяснила что была ситуация кратко вот я знаю кто сейчас напишет хули ты это разглашаешь информацию для меня это нормально теперь не считаю что это надо скрывать это опыт может быть кто-то из вас найдет себя между прочим мужчина рыбы отвратительный просто персонаж никогда не выбирайте рыб это самые тормозные глупая добрые добрые блять мужчина а вот я не договорила я ему объясняю по телефону игру почему не встретитесь не обсудили я блять занят я буду хорошо нужно объяснять давай решим эти вопросы читать я говорит слишком много ко мне предъяв да нам реально надо расстаться дружите с тобой не собирает так что пока все я у меня начинается истерика я ему не показываю мне текут слезы но я по телефону общаемся я не говорю типа почему ты так говоришь я хочу типа решить вопрос и он потом такой резко ой да что я вспылил то есть понимаете ну ты меня обидела а ты сука я хоть зарекнулась а расставание нет а он уже видите как пиздит расстаемся взять хуя струя пиздец вообще блять ну в пизду этих мужчин я спокойно отношусь хочу со всеми флиртовать общаться трахаться и все никакие отношения может быть у меня завяжутся отношения с одним сейчас персонала но вы что думали что я буду просто сидеть у меня уже новый мужик вот конечно же как обычно короче да врач да все все он мне нравится я бы с ним поиграла но это скоро поиграем как-то так мои хорошие ну и третий тип это просто тираны получается я даже не знаю что вот о них сказать это просто мужики которые дохуя зарабатывают и пиздят своих баб потому что они как вещи типа женщины как украшение когда украшение дохуя